Энтони и Дэнни, послушайте. Я знаю, что титул IBF очень важен для вас. Этот пояс – мой подарок для вашего боя 21 сентября. ДИВИЗИОНА В декабре бойцы встретятся в реванше, но на этот раз на кону боя не будет всех поясов. Александр Усик отныне не является абсолютным чемпионом мира. Боец отказался от пояса по версии IBF. Решение Усика подтвердил президент организации Дэрл Пиплс. Обозреватель Дэн Рафаэль пишет. Как и ожидалось, Усик освободил пояс IBF. Дэниэль Дюбуа теперь уже невременный чемпион, и он проведет защиту 21 сентября против Энтони Джошуа. Усик пробыл в абсолютном около пяти недель. Надеюсь, нам не придется ждать следующего абсолюта еще 25 лет. Далее Рафаэлю пришлось объясняться. У Усика не было выбора. Изначальным условием контракта на бой с Юри было то, что победитель откажется от пояса IBF. Тем временем менеджер Усика Эггис Климас утверждает, что все было иначе, реагирует на слова Рафаэля. Это неправда. Не было такого пункта в контракте. Усик сделал это, потому что захотел так сделать. Учитывая, что Дюбуа является временным чемпионом организации, не исключено, что его повысят до полноценного чемпиона, а бой с Джошуа станет его первой титульной защитой. Пиплс пока что этот момент никак не прокомментировал. Судя по всему, состоится пресс-конференция, на которой мы узнаем все пары карда. А пока что Усик записал видео для Джошуа и Дюбуа. Энтони и Дэниэль, послушайте. Я знаю, что титул IBF очень важен для вас. Этот пояс – мой подарок для вашего боя 21 сентября. При таком раскладе не исключено, что следующего абсолюта мы получим унификационным бою между победителями противостояний Джошуа против Дюбуа и Усик против Юри 2. Ранее украинец уже побеждал и Дюбуа, и Джошуа. Джошуа дважды. Дальше ситуация с WBC. Как мы говорили, 21 декабря в Эриаде состоится реванш между Фьюри и Усиком. Босс WBC Маурицы Сулейман по-прежнему очень активен. Он пытается протащить несколько нововведений, которые используются в его организации. На этот раз он сделал ставку на видеоповторы. «Мы используем видеоповторы уже несколько лет. Почему настолько сложно протащить это правило для этого боя? Потому что вечера бокса в Саудовской Аравии проводит британский боксерский совет, а в их правилах видеоповторов нет. Они это не одобряют. На последней встрече мы настояли на использовании видеоповторов. Мы будем добиваться этого не только для реванша Усика против Юри, но и для любого боя, в котором участвуем». В преддверии первого боя Усика против Юри Сулейман пытался протолкнуть решение о том, чтобы бой обслуживали не трое судей, а шесть. Он считает, что увеличение количества судей минимизирует шанс спорного вердикта из-за человеческой ошибки, а остальные организации инициативы босса WBC не поддержали. А что по этому поводу думаете вы? Пишите в комментариях. А мы идем дальше. Тренер Хавьер Капетильо, неоднократно работавший в углу Тайсона Фьюри, поделился мнением, как цыганскому королю нужно провести реванш с Усиком, чтобы победить. «Я думаю, ему в первую очередь нужно больше держать руки выше и давить, при этом меньше прыгая по рингу. Он может идти на него вместо того, чтобы прыгать и боксировать, потому что он слишком большой и тяжелый. Совсем отказываться от подвижности не нужно, но ты можешь прыгать несколько секунд, а не несколько раундов. Фьюри больше и должен заставить Усика отступать. Он был эффективен в первой половине боя, когда теснил его, потому что он больше», – заявил тренер. Далее, популярный боксерский аналитик из Великобритании Гаррет Дэвис в интервью местным СМИ прокомментировал недавние слова Тайсона Фьюри. Дэвис не согласен с риторикой Тайсона Фьюри о том, что Александр Усик выиграл всего 4 раунда. Также эксперт считает некорректным называть Усика боксером-любителем, коим ему назвал Тайсон Фьюри. «Мне понравилась уверенность Тайсона Фьюри, когда он анализировал его бой с Александром Усиком. Я не обязательно согласен со всем, но мне нравится его уверенность, потому что я уже говорил вам на следующее утро после боя, что после первых 6 или 7 раундов Тайсон вёл бой. Об этом он и говорил. Вы согласны с его аналогией, что он дал Усику всего 4 раунда? Нет, конечно нет, потому что мой счёт был 114-113 в пользу Усика, и довольно явно. У Тайсона есть полное право так считать. Ему даже нужно так считать. Ему нужно так чувствовать и знать, что он вернётся с вещами, которые он может сделать лучше. С вещами, которые он не делал, но сделает в следующий раз. Мне нравится видеть его уверенность. Также я не согласен с Тайсоном, что Усик выглядел как боксёр-любитель. Но это Тайсон Фьюри, и то, как по его ощущениям прошёл бой. Ты не можешь отнять его мнение. Мы хотим сильного, уверенного и очень верящего в себя Тайсона Фьюри во втором бою. Потому что это снова будет грандиозная битва, где, скорее всего, они оставят себя полностью. Тайсон говорит о разбитой орбитальной кости и переломе челюсти Усика. Он знает, что может потрясти его, и в следующий раз может сделать немного больше. Но ему стало комфортно в ринге, он стал жадничать. Мы говорили об этом после боя, мы говорили о всех этих вещах. Как я говорил тогда, я не могу найти вариант, при котором Тайсон Фьюри победил. Так я посчитал бой, а я смотрел каждую секунду этого боя вживую. Я пересмотрел его ещё раз, подумал, что я мог ошибиться, но я не изменил своё мнение. Я действительно жду поединок номер два. Заявил Дэвис. Далее ветеран-супертяж Дэрек Чисоро ответил на несколько вопросов. Вы дрались практически со всеми. Усик и Фьюри провели недавно поединок. Что вы о нём думаете? Это был хороший бой. Я был там в рингсайде. Слушайте, мы хотели его победы, но он не был готов его выиграть. А Усик очень хотел победы. Нужно слушать людей, когда они говорят. Усик сказал ещё в 2012 году, что начинает готовиться к нему. Это большое заявление. Так что, несмотря на тех, кого он бил, он всегда думал о Тайсоне Фьюри. Потому что он знал, что однажды он с ним подерётся. Это было большое заявление. И сам бой был невероятным, просто отличным. Усик отлично боксировал. Но я не знаю насчёт отчёта рефери. Это не было нормально. Является ли Усик лучшим бойцом, с кем вы были в ринге? Да, потому что он просто заставляет тебя работать. Когда ты думаешь, что ты вот сейчас возьмёшь небольшую передышку, чтобы восстановить дыхание? Не тут-то было. Он работает и работает по тебе. Как по мне, то мой с ним бой был отличным. Нам нужно было продолжать, потому что у нас была тактика выиграть 7 раундов. А потом мы можем проиграть остальные. Но так не сложилось. Усик не нокаутирует тебя с одного удара. Это 4-х или 5-ти раундовые комбинации, как мы видели с Тайсоном. Он ждал этого момента. И вдруг он разбил Тайсону нос, и потом Тайсон не понимал, что происходит. Тяжело это объяснить, пока ты не побываешь с ним в ринге. Ответил Дерек Чесора. Ну и в заключении Эдди Хирен прокомментировал последние высказывания Фьюри. О первом и втором поединках против Александра Усика. Не согласившись соотечественникам сразу по двум позициям. Нет, я точно не думаю, что Тайсона Фьюри ограбили. Ему просто не повезло победить. Я думаю, большинство людей посчитало, что Усик выиграл бой. Хотя Фьюри мог получить решение судей в таком напряженном поединке. Также не соглашусь с ним, что ему возможно победить только нокаутом. Думаю, если он одержит чистую победу по очкам, ему отдадут решение. Но мне нравится такой настрой. Я думаю, он должен выйти на реванш очень агрессивным. Я думаю, он может одержать победу. Заявил Эдди Хирен. Ну а на сегодня это все, друзья. Спасибо вам огромное за просмотр и до встречи в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok